Осень – период всплеска инфекционных заболеваний. Тверскую область они также не обходят стороной. Лучшее средство от любой болезни – это профилактика. Самые распространенные меры – это маски, перчатки и антисептики. В этом году, в период пандемии коронавирусной инфекции, стали как никогда актуальными. Насколько они эффективны и насколько серьезны жители Твери относятся к индивидуальным мерам защиты и каким отдают предпочтение, выяснил наш корреспондент. К концу первого месяца осени все чаще на остановках и в общественных местах появляются люди в медицинских масках. Это и молодежь, и люди более старшего возраста. Как правило, осень – это пора всевозможных инфекционных заболеваний ОРВИ, ОРЗ и гриппа. В этом году к ним добавился еще и коронавирус, опасное для жизни заболевание. Наша съемочная группа вышла на улицы города, чтобы узнать мнение горожан об эффективности средств индивидуальной защиты от инфекций. А как вы считаете, нужно носить маску и кому? Я считаю, нужно. Особенно нам, пожилым. Женщины пожилого возраста, которые в зоне риска. Как я тоже в зоне риска. Кариб, и надо немножко поберечься. А мне 83 года. Только поэтому. А какие еще меры предосторожности? Как приду, так раза два-три с мылом руки хорошо помою. И лицо тоже. Большинство прошеных все же надевают маску в местах большого скопления людей. Граждане также отмечают пользу этого защитного изделия. Я пользуюсь маской в общественном транспорте. Я ее одеваю. А на улице думаю, что ничего здесь не будет. А как вы считаете, от нее есть польза? Как вам сказать? Польза. Это проверяется на опыте. Если вот я буду носить маску в общественном транспорте и не дай бог заболею, тогда скажу, что пользы нет в маске. А какие еще средства защиты используете, кроме маски? Ну, руки. Руки моем, дезинфицируем. Флакончик в кармане. Пожалуйста. Пожилые люди все же сознательны, относятся к мерам предосторожности. Помимо масок они имеют при себе антисептики для рук или же спиртовые салфетки. Не забывают и о перчатках, и регулярной гигиене рук. Молодые лица тоже в общественных местах часто прикрыты масками. Только если старшее поколение добровольно держит при себе эти изделия, то студенты, как правило, по требованию учебного заведения. Мы решили поинтересоваться у медиков, нужно ли все же носить маски. Ответ – да, нужно. Но не преувеличивать ее роль, а главное – не переусердствовать. Ну, в отношении маски. В общественных местах маски носить надо обязательно. Они в какой-то степени защищают. Ну, на улице, на воздухе. Кислород воздуха – это лучший антисептик, чем тот углекислый газ, который выдыхает человек, который находится внутри маски, и на который прекрасно размножаются микроорганизмы. Маска, как рассказывают врачи, больше нацелена на то, чтобы ограничить распространение инфекции от уже зараженного человека. Поэтому, кому эта мера защиты и нужна, так это преимущественно уже болеющим. В остальных случаях она минимизирует риски инфицирования, но полностью от вирусов все же не спасает. Свести к минимуму возможность заболеть коронавирусом, гриппом и другими малоприятными болезнями поможет регулярная санация рук. Здесь помогут спиртовые антисептики и даже хозяйственное мыло. Это очень хорошими свойствами. Дезинфицирующие обладают обыкновенно хозяйственное мыло. Оно щелочное, а щелочные вирусы и бактерии не любят. В Центральном научно-исследовательском институте эпидемиологии Роспотребнадзора было проведено исследование, которое показало, ношение маски снижало риск слечь с острой респираторной инфекцией почти в полтора раза. Выяснилось также, что перчатки на руках при контакте с зараженным уменьшают возможность заболеть более чем в два с половиной раза. Но даже после снятия перчаток, говорят врачи, все равно нужно мыть тщательно руки. Ведь под перчатками на руках также хватает бактерий, которые имеют свойство размножаться и распространяться. Все эти меры предосторожности вкупе с сознательностью граждан всех возрастов и социальных статусов способны снизить количество случаев заболевания.